Полевой сезон 2022 года подходит к концу, а значит время подводить итоги. Какая фитосанитарная ситуация сложилась на зерновых культурах в Сибири? Как быть на шаг впереди в защите зерновых культур? Как получить отдачу от фунгицидов даже при отсутствии болезни? Сначала представлюсь я, а потом попрошу представиться наших спикеров, которые сегодня будут вместе с вами. Меня зовут Тимонина Елизавета, в компании «Сингента» я отвечаю за развитие портфеля фунгицидов на зерновых культурах. Мария, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, меня зовут Мария Мустафина, я старший технический эксперт по болезням полевых культур. Алексей? Коллеги, доброе утро, добрый день. Меня зовут Алексей Санаров, я являюсь региональным техническим экспертам региона Сибири и Дальний Восток. Коллеги, большое вам спасибо за представление. Разрешите непосредственно перейти к сути, ради чего мы все сегодня здесь собрались. Компания «Сингента» каждый год проводит достаточно масштабные объезды зерновых культур, в том числе в регионе Сибирь, и ведет активный мониторинг питосанитарной ситуации в регионе. Для этого мы активно привлекаем наших ученых и технических специалистов «Сингенты». Алексей, я хочу попросить вас осветить ситуацию, фитосанитарную ситуацию, которая была в 2022 сезоне в регионе Сибирь и Урал. Спасибо, Елизавета. Спасибо, Елизавета. Но прежде чем начать освещать фитосанитарную обстановку, я бы хотел немножко обратиться к статистике и посмотреть, что у нас происходит с пассивными площадями яровых зерновых культур в регионе Сибирь и Урал. Если говорить о посевах пшеницы, то видим, что пшеница является у нас ключевой фигурой для наших аграриев, и посевные площади просто огромные, то есть посевные площади более 7,5 миллионов гектар, но в 2022 году произошло небольшое снижение посевных площадей на 195 тысяч гектар к уровню прошлого года, и это снижение составило 2,5%. То, что касается посевов ячменя. Ячмень, тут немножко другая динамика, видим, что здесь произошло небольшое увеличение на 4%, и это увеличение составило 75 тысяч гектар. О чем это говорит? Что все-таки яровой ячмень для наших сельхозтоваропроизводителей является довольно привлекательной культурой, и посевные площади под ним остаются довольно стабильные. Теперь непосредственно то, что касается фитосанитарного мониторинга. В рамках данной активности технической поддержкой компании «Сингента» совместно с нашими учеными-фитопатологами, которых мы привлекаем на постоянной основе, было обследовано 170 тысяч гектар яровых зерновых культур и в 219 хозяйствах данных регионов. Теперь то, что непосредственно нам удалось выявить в процессе фитосанитарных обследований. Видим, что в фазе флагового листа 70% посева в 2022 году и 75% посева в 2021 году уже в этой фазе находились в состоянии, когда уже было проявление того или иного заболевания. Какие заболевания, мы уже теперь перейдем к частностям и посмотрим, что на яровой пшенице у нас наиболее распространенное заболевание. Это все-таки был перенофороз. Очень часто при визуальной диагностике это заболевание путается с септориозом листьев. По нашим данным, это все-таки частота встречаемости за 2 года, это 65% посевов с распространением 20-30% и со степенью развития заболевания 5-10%. Второе заболевание, это безусловно, которое встречается наиболее часто в посевах яровой пшеницы, это септориоз листьев со средней частотой встречаемости за 2 года 5% посевов, среднеизвешенным процентом распространения 20-30% и развитием 10-15%. И, безусловно, конечно бы хотелось бы отметить такой патоген, как мученистая роса, который у нас встречается в зонах достаточного увлажнения. Это большие площади территории Сибири, это Красноярский край, Новосибирская область, северная часть Алтайского края, также патогены отмечаются на территории Кемеровской области и на Урале. Средняя частота встречаемости за 2 года это 5% посевов, со среднеизвешенным процентом распространение от 25 до 100% и развитие от 10 до 25%. Теперь переходим к ячменю. Да, наши данные подтверждают, и, наверное, не только наши данные, это данные других организаций, которые занимаются фитосанитарным мониторингом, что самое распространенное вредоносное заболевание, которое встречается в посевах ячменя, это, конечно же, сетчатая пятнистость. И по нашим данным, средняя частота встречаемости за 2 года к фазе флагового листа 55% посевов были с развитием этого патогена, со среднеизвешенным процентом распространения от 30 до 6% и степенью развития от 10 до 15%. Второй патоген по частоте встречаемости – это темно-бурый гельминтоспориоз, выявлен на 5% посевов со среднеизвешенным процентом распространения 15-20% и развития от 5 до 15%. Что тут важно помнить? Важно помнить, что очень часто симптоматику темно-бурого гельминтоспориоза путают с физиологическими пятнистостями. Вот, очень похожая симптоматика, вот на левой фотографии у нас представлена именно симптоматика физиологических пятнистостей. Знаем, что, наверное, культура ячмень – это культура довольно нежная, и особенно сорта интенсивного типа, они что-то не понравилось, они очень часто реагируют вот такими физиологическими пятнами на листьях, которые зачастую путаются с симптоматикой заболевания. Что тут важно знать? Важно знать, что физиологические пятнистости с помощью фунгицидов не лечатся, и в этом случае очень важно правильно поставить диагноз поле, чтобы понимать, на самом деле мы столкнулись с проявлением темно-бурого гельминтоспориоза или все-таки это у нас физиологическая пятнистость. Если говорить в разрезе других заболеваний, да, мы встречали на территории Сибири, в Кемеровской области, Красноярском крае, такой патоген, как ринхоспориоз, но это были единичные поля, и серьезного ущерба урожая они, конечно, у нас не приносили. В разрезе яровой пшеницы нужно отметить бурую ржавчину, она у нас на территории региона присутствует всегда, но вот к серьезным вспышкам эпифитативного развития за последние два года это заболевание не проявляло себя. Но, тем не менее, ее всегда нужно иметь в виду и постоянно держать руку на пульсе. Буруя ржавчина встречалась в 2021-2022 году на территории Кемеровской области, на территории Алтайского края, но это были локальные чажные проявления на отдельных полях и вредоносность в связи с тем, что болезнь развивалась уже на поздних этапах развития и роста растений, к серьезным потерям урожая не приводила. У меня на этом обзор фотосанитарного состояния посевов яровых культур закончен. Я передаю слово Елизавете. Алексей, большое спасибо за обзор фотосанитарной ситуации в регионе Сибирь и Урал. А теперь я бы хотела поговорить с нашими зрителями о том, какие, в принципе, тактики применения фунгицидов у нас с вами бывают. Но давайте все-таки начнем с того, что я вам продемонстрирую, что происходит внутри самого растения при заражении грибным патогеном и почему необходимо проводить фунгицидную обработку, чтобы сохранить урожай. Пшеница – стратегическая культура глобального масштаба. Для достижения неизменно высоких урожаев необходимо защищать растения, в частности, флаговый лист от болезней, чтобы полностью реализовать потенциал листового аппарата, нужно посмотреть на перенос ресурсов в лист и из него, а также на процесс фотосинтеза. Нарушение любого этапа этой внутренней работы приведет к снижению урожайности. Клетки растения содержат хлоропласты – специализированные органеллы, которые помогают производить глюкозу – источник энергии и основу урожайности зерна. Высокий урожай зависит от четырех ключевых факторов. Вода и питательные вещества, которые транспортируются из корней растения через ксилему. Углекислый газ, который поступает в листья через небольшие поры, называемые устицами. Солнечный свет, который внутри хлоропластов превращается в химическую энергию. Транспортировка сахарозы из листьев через флоэмо в районы активного роста, включая развивающийся колос. Эти четыре ключевых фактора могут быть значительно нарушены инфекциями, грибковыми заболеваниями, такими как септория или ржавчины. Заражение септориозом обычно происходит воздушным путем или во время дождя, когда на здоровые листья попадают споры с пораженных растений. Споры прорастают в гифы, которые проникают внутрь растения через устицы. На ранней стадии инфекции нет видимых симптомов, но внутри листьев гифы гриба поглощают питательные вещества и особенно сахара. По мере разрастания гифы оказывают пагубное физическое действие на внутренние структуры листа, разрушая клетки и блокируя транспортные системы, ксилемы и флоэмы растения. Применение фунгицидов на этой фазе развития болезни может остановить ее распространение. Но ткани растения уже повреждены и негативный эффект необратим. По мере того, как гифы созревают, развитие гриба переключается на некротрофическую фазу, когда растительные клетки вокруг гиф разрушаются. Это приводит к отмиранию листьев. Появляются первые внешние признаки заболевания. Из-за того, что клетки листа погибают, площадь, доступная для поглощения солнечного света и углекислого газа, уменьшается. Нарушение структуры листьев также приводит к избыточной потере влаги. На заключительном этапе септория образует плодовые тела, наполненные спорами. Споры переносятся по воздуху или с каплями дождя на соседние растения. При поражении ржавчинами цикл заболевания в 2-3 раза короче. Ржавчина приводит к тому, что листья сворачиваются. Это сильно уменьшает площадь, доступную для поглощения солнечного света. Для поддержания высокой урожайности необходимо защищать пшеницу от разрушительного воздействия септориоза и ржавчины. Итак, уважаемые зрители, мы сейчас с вами увидели, что происходит в растении еще до того момента, как мы увидели какие-либо симптомы непосредственно на растениях. Давайте теперь перейдем непосредственно к тактикам применения фунгицидов. Как я уже ранее сказала, у нас с вами есть две тактики применения фунгицидов. И первая тактика применения фунгицидов, которая была до этого достаточно очень популярна, это применение фунгицидов по первым симптомам. И действительно, нас всех с до студенческой скамьи приучили, что работать фунгицидами нужно тогда, когда наступил ЭПВ, то есть экономический порог вредоносности. Но сейчас в современных условиях, во времена перемен, все сложнее и сложнее поддерживать ЭПВ действительно актуальным. И они сейчас достаточно сильно отличаются даже на одной культуре, в одной области, при разной интенсификации производства. Давайте сейчас посмотрим, что наши аграрии думают о данной тактике применения фунгицидов. Мы работаем обычно по симптомам. Но когда мы работаем по симптомам на листе, которые уже проявились, это уже весь лифт, пронизанный гифами гриба. Пронизанный. Чтобы эти гифы гриба перебить молекулами фунгицида, это надо войско целое. Мы весь фунгицид ложим на вот эти вот лечащие эффекты, и мы не получаем пролонгации. Итак, мы сейчас с вами услышали, что одним из недостатков тактики, когда мы работаем непосредственно по первым симптомам, является то, что чем позже мы сработали и чем сильнее было развитие заболевания, тем короче период защитного действия будет у фунгицида, которым мы будем работать уже по симптомам. Плюс хотелось бы отметить, что для применения данного подхода в работе нужны высококлассные специалисты для того, чтобы действительно идентифицировать болезнь в поле. Плюс нужен достаточно большой штат агрономов и свободная техника для того, чтобы проводить регулярный мониторинг болезней и не пропустить момент, когда действительно болезнь только началась в поле. И при появлении только первых симптомов сразу выйти на фунгицидную обработку. Но в наши дни мы все чаще и чаще начинаем прибегать именно ко второй тактике. Мы это слышим от наших клиентов, от наших аграриев, что им удобнее работать по фазам развития культуры. Почему это происходит? Потому что, конечно, нам всем с вами удобнее запланировать обработки еще с осени или с зимы, тогда, когда вы планируете свои технологические карты. Но на самом деле хочется отметить, что, конечно, в каждой из тактик есть свои плюсы и минусы. Например, если вы привыкли работать триозольными продуктами, то тактика работы по симптомам на самом деле более оправдана. Так как если вы сработаете триозольным продуктом и по факту у вас так и не наступит момента благоприятного для заражения заболеваний, то, скорее всего, инвестиции, которые вы вложили в триозольный продукт, просто-напросто себя не окупят. Но при этом за последние годы мы все чаще с вами работаем фунгицидами из таких классов, как стробилурины и также карбоксамиды. Это те фунгициды, сработав которыми вы можете обеспечить себе возврат инвестиций вне зависимости от того, было заболевание на поле или его не было. Сегодня мы хотели бы познакомить вас с нашей новой технологией салатенол. Салатенол – это новое действующее вещество, которое как раз-таки относится к классу действующих веществ карбоксамиды. Давайте немножко взглянем на техническую часть и именно на молекулу. Из чего она состоит? Данная молекула состоит из двух колец пирозольного кольца и бензонарбаренового кольца, соответственно. За что эти кольца отвечают? Если говорить о пирозольном кольце, то пирозольное кольцо несет в себе тот широкий спектр действия, который есть у продуктов на основе данной технологии. При этом бензонарбареновое кольцо несет за собой ту прочность и ту продолжительность действия, которой обладают продукты на основании технологии салатенол. Давайте посмотрим, как же данная технология непосредственно контролирует патогены и ведет себя при контакте с фунгицидным патогеном в растении. Видео. Технология Салатенол равномерно распределяется по поверхности листа. Распыленные капли рабочего раствора надежно прилипают к поверхности, и действующее вещество проникает внутрь листа. Это максимизирует как покрытие растений, так и количество Салатенола, доступного для поглощения. Салатенол проникает в лист и распределяется как трансламинарно, так и по сосудистой системе, особенно в направлении кончика листа. В отличие от других действующих веществ, эта способность технологии Салатенол приводит к более равномерному распределению действующего вещества по всей листовой ткани. Салатенол поглощается развивающимися гифами грибов при прямом контакте, либо когда они растут на поверхности листа, либо во время их раннего прорастания внутри ткани листа, после проникновения через устьицы. Энергия гиф вырабатывается в митохондриях, субклеточных органеллах, которые используют окисление глюкозы в организме хозяина, чтобы поддерживать рост. При окислении глюкозы выделяется энергия. Для этого требуется потребление кислорода в процессе, называемом дыханием. Одним из решающих промежуточных этапов этого сложного процесса производства энергии, начиная с глюкозы, является образование янтарной кислоты. Янтарная кислота окисляется ферментом, известным как комплекс-2 сукцинат-дигидрогеназа, для получения фумаровой кислоты и электронов. Как только комплекс-2 перенес электроны, полученные из янтарной кислоты, в дыхательный канал, окисленная фумаровая кислота выделяется для продолжения процессов создания энергии, оставляя комплекс-2 свободным для того, чтобы принимать больше янтарной кислоты в непрерывном цикле производства энергии. Процесс переноса электронов эффективно блокируется салатенолом, который имеет уникальное физическое сродство с этим ферментом. Митохондрии не могут функционировать, гифам не хватает энергии, необходимой для выживания. Благодаря высокой внутренней активности технология салатенол обладает хорошими защитными свойствами, предотвращая развитие инфекции на начальных стадиях. Это способствует лучшей работе листового аппарата. Превентивная обработка препаратами на основе технологии салатенол позволяет обеспечить свободное проникновение в листья, воды и минеральных веществ. Защищают ткани листа, сохраняя потенциал фотосинтеза и предотвращая чрезмерную потерю воды. Помогают листовому аппарату эффективно производить сложные сахара, необходимые для устойчивого роста. Обеспечивают свободную транспортировку полисахаридов из листьев в разливающийся колос, что позволяет получить наилучший урожай. Уважаемые зрители, мы сейчас с вами посмотрели, как салатенол работает непосредственно в растении и то, как он взаимодействует с патогеном. Еще я хотела бы отметить очень важные свойства салатенола теми, которыми он наделяет продукты, в которых он содержится. Во-первых, хочется отметить, что салатенол – это достаточно высоко липофильное действующее вещество. И за счет этого продукты на его основе очень быстро проникают в кутикулу и в восковой слой, которым покрыт наши листья растений. Что нам это с вами дает? Нам это дает продолжительный период защитного действия. Плюс за счет того, что салатенол очень быстро связывается с воском, риск потери действующего вещества с поверхности растений по истечению часа становится минимальным. То есть, если у вас спустя час-два-три прошел дождь, то количество действующего вещества, которое будет смыто с поверхности растений, следовательно, приведет к потере эффективности, будет минимальным. Также очень важным свойством салатенола является его физиология. Подробнее о физиологии, о том, как данное свойство помогает нам с вами вернуть наши инвестиции, чуть позже расскажет Мария. Но хочется отметить еще один важный момент, что за счет как раз-таки липофильных свойств салатенол одевает растение в перчатку, что позволяет защищать растение от патогена на момент, когда спора только начинает прорастать. То есть, патогену не нужно проникнуть в растение для того, чтобы данное действующее вещество начало свое активное действие. Я вам рассказала краткий экскурс непосредственно в само действующее вещество, но теперь хотелось бы не перейти к продукту, который содержит данное действующее вещество. И компания Syngenta в 2022 году зарегистрировала такой продукт, как Latus Ace. Этот продукт был действительно разработан специально для таких регионов, как Сибирь, Урал и Волга. И мы непосредственно делали формуляцию и соотношение действующих веществ для того, чтобы это был продукт, который эффективно защищал яровые и имел в себе сбалансированный состав и формуляцию, которая позволит сделать отдачу от инвестиций всегда выгодной. Мария, вам слово. Итак, продолжим. Что такое Latus Ace? Latus Ace – это двухкомпонентный фунгицид, который содержит привычный нам с вами триазол пропиканазол. Пропиканазол считается стандартом по защите наших растений от пятнистости. Он неплохо лечит и быстро лечит любой вид жавчины. И карбоксамид, солотенол, про который нам сегодня достаточно интересно и подробно рассказала Елизавета. Это концентрат эмульсии. То есть, помимо того, что продукт содержит тяжелый карбоксамид, который достаточно плотно одевает растение в так называемую перчатку, в этой формуляции содержатся еще частички дополнительных одевантов и масла, которое еще больше усиливает прилипаемость к капле фунгицида. Этот фунгицид системно передвигается по растению и помогает действительно лечить и новый прирост за счет триазола. И в большей степени, конечно же, чем больше и лучше сформирован листовой аппарат, тем лучше отдача от этого продукта, потому что карбоксамид – это достаточно такой фунгицид, который запасается восковым слой и потом, как из депо, идет и защищает. Регистрационные свидетельства. Как вы видите, все основные заболевания, которые есть у нас на пшенице и на ячмене, контролируются и защищаются работой этого продукта. Очень легко запомнить норму этого продукта. У него одна норма расхода – пол-литра на гектар. Если посмотреть на вот этих велосипедистов, вообще логотип продукта напоминает нам с вами вот такого комфортного человека, который едет впереди и сзади, уставшие в пыли едут велосипедисты. Вот этот вот первый велосипед, который оснащен вот этим парусом для того, чтобы подхватить ветер, и электрическим мотором, он олицетворяет в себя новую технологию салутенол, которая приходит на сибирские и уральские поля. Почему? Потому что мы с вами четко понимаем, если мы правильно применим триазол, то максимальный период защиты – три недели. Если мы тушим большой пожар грибного заболевания, эффективная защита может падать до 10, а то и 14 дней. Это все, естественно, не прибавляет нам с вами радости и не вселяет уверенность в нашу с вами эффективную работу. Салутенол, который входит в состав Элатус-С, гарантирует и помогает нам продержать защиту побольше и подлиннее. До пяти недель защиты при правильном применении. Помните, чем больше у вас будут симптомов видно на растении, тем короче, как правило, идет период защиты. Но тут важен еще выбор фунгицида. Поэтому применяйте Элатус-С при появлении первых симптомов одного из заболеваний и, желательно, строго по фазе, о которых мы поговорим позже. Этот слайд достаточно сложный и тяжелый, скажу кратко. Здесь, на его левой стороне, мы сравнивали эффективность и ученые сравнивали эффективность по бурой ажавчине. Взяли основные конкуренты карбоксамиды, которые есть уже на рынке в нашей стране, и взяли триазол, который считается в Европе чуть ли не эталоном по такой длительной хорошей защите. То есть мы не взяли какой-то быстрый триазол, тоже ципроконазол. И мы видим, что чем меньше цифра, тем быстрее и эффективнее работает действующее вещество. Это касается и прорастания спор, и удлинения ростовой трубки. То есть на этапе тогда, когда у нас попадает спора бурой ажавчины, салатинол эффективнее остальных, защищает и останавливает это заболевание. Правая половина – это вот эти вот столбики, диаграммы. Это подавление фермента из ДИИЧА, который здесь написан. Это основная мишень, куда действуют все карбоксамиды. Зимосептория дрикицы – это листовой септориоз, который мы с вами видим на полях с той же пшеницей. И мы видим, что цифра 2, 6, 13 – это то количество действующего вещества в миллимолях, которое необходимо для того, чтобы остановить всего лишь 50% работы этого фермента. То есть мы видим, что насколько сильно и эффективно салатинол справляется и с септорией, и с бурой ажавчиной. Ну и визуально попытались представить. Когда мы с вами видим отчеты фитопатологов, ученых, они нам пишут «развитие заболевания в контроле». Вот внизу цифры. Это то, что у нас было на растениях при разных способах защиты, с разными фунгицидами. И примерно мы закрасили, вот эта каждая полосочка, это примерно 10-11% то, что у нас забирает заболевание, в данном случае септориоз листьев, у нашего зеленого поля. Мы понимаем, что если в контроле сильная вспышка заболеваний, фунгицид эффективно можно увидеть, остановил он болезнь, пролечил или нет. И по данному опыту мы с вами увидим, что элатусейс по сравнению со всеми триазолами, которые были в этих испытаниях, эффективно и мощно защищает нашу пшеницу от септориоза. Ржавчина. Ржавчина. Да, последние два года на полях Сибири и Урала она встречается редко, но нам не стоит расслабляться, потому что ржавчина – это тот фитопатогенный организм, который набирает мощь и силу, и раз в 5-7 лет происходят эпифитотильные вспышки. Так вот, карбоксамид, который входит в состав элатусейс и лутенол, считается самым лучшим решением из всех карбоксамидов, и он намного эффективнее работает и дольше по сравнению с триазолами, именно как фунгицид. Посмотрите, опять же, степень развития заболевания на вариантах. Здесь было не очень большое развитие ржавчины, всего лишь 12%, но мы понимаем, что при сравнении элатусейс эффективно держит оборону даже на небольшом фоне развития заболеваний. Когда же у нас ржавчина начнет полыхать, и наша с вами одежда при заходе в поле пшеницы становится ржавой и коричневой, контроль почти 31%, то есть мы явно видим эти пустые ржавчины. Посмотрите, как отличаются цифры на триазольной защите, то есть последние растения – это у нас пропиканазол, то же самое количество, что в латусейсе, и второй столбик, вот эти растения и цифры, в пять раз эффективность повышает за счет солутенола данный фунгицид. Вообще, когда мы смотрим с вами на ячмень, и по данным мониторинга, который проводят специалисты и ученые в сибирских, и вообще полей ячменя, яровой ячмень, любой ячмень болеет очень существенно грибными заболеваниями из рода гельминтоспориум. Пятнистость, которую мы называем часто сейчатой, посмотрите, достаточно сильно ее было развитие в контроле, фунгициды, естественно, на 35-й день после обработки уже триазолы сдались, потому что триазол физически не способен держать такой длинный период защиты, такую дистанцию, и латусейс эффективно работает через даже больше, чем месяц после обработки и держит защиту от данного серьезного заболевания. Мы знаем, как сильно может сгореть ячмень. Когда у нас ячмень сгорает, сгорает пшеница, мы с вами теряем урожай. Посмотрите, пожалуйста, на эти цифры. Если у нас в контроле, допустим, урожайность, и мы видим на триазолах есть разница 3-4 центнера, значит, здесь были заболевания. Поэтому посмотрите на сравниваемые варианты, с которыми были в данных трех опытах. Тот же самый вот Альто Супер, триазолы. Вот здесь есть фунгицид на основе стробилурина, карбоксамида и триазола, но фору всем дал по эффективности на пшеницы и латусейс. Этот продукт прошел масштабные испытания на всей территории России, и мы видим, что действительно продукт надежный, и продукт реально поможет нам с вами защищать наши зерновые культуры. Когда мы видим разницу между контрольной урожайностью и урожайностью на вариантах небольшую, мы понимаем, что 2-3 центнера – это погрешность, может быть, ошибки опыта. Но, тем не менее, на Элатусе Эси урожай больше. Почему? Здесь уже прессинг заболеваний был небольшой, но здесь плюс к заболеваниям нам с вами эффективность добавляет уже и физиология. Поэтому очень важно смотреть на инструмент, который вы выбираете, и применять его так, чтобы получить гарантированную отдачу. Когда у вас прессинг заболеваний высокий, чем выше урожай, чем выше плотность и блестоя, тем больше риска развития грибных заболеваний. Как это выглядит визуально? Вот мы видим с вами Альта Супер, мы видим триазольный фунгицид. Урожайность на этих вариантах была на одном уровне, 58 центнером. Элатус Эйс дал плюс 4 центнера больше только за счет физиологии. Болезней в данном опыте не было. Вообще, очень важно обращать внимание, когда у нас продукт имеет физиологический эффект, или он его не имеет. Альта Супер – хороший, замечательный стандарт фунгицидной защиты. Продукт реально пользуется большой популярностью. Очень много копий делается по аналогии Альта Супер. Но, посмотрите, Альта Супер уже сдается. Элатус Эйс за счет сохранения зеленой поверхности. Колос больше, поверхности растений зеленой массы больше. И мы видим этот выхлоп работы фунгицида и физиологии в нашем с вами бункере. Поэтому, когда вы выбираете фунгицид, пожалуйста, сейчас уже наше интенсивное производство четко уяснили, что нужно помимо фунгицидного еще и физиологическая отдача. А вот конкретно пример с Алтайского края, 2022 год. Флутриофол – фунгицид на основе триазола. 35-й день после обработки. Как различаются размер и цвет листьев на двух вариантах. Там, где нет Элатус Эйс и там, где есть Элатус Эйс. А здесь, на правой половине слайда, мы с вами видим снимок именно поля сверху. То, что у нас делает программа Кроп Вайс. Мы видим, что та половина поля, где был применен триазол, флутриофол, у нас пшеница очень быстро подходит, желтеет. И уже на 35-й день после обработки, естественно, триазол, как фунгицид, не работает. Посмотрите, как долго сохраняет зеленую поверхность Элатус Эйс на яровой пшенице. Вообще, сорт Грани достаточно популярно. У нас в этом году обрабатывался Элатус Эйс. И как это выглядело реально вот на этих фотографиях, вы можете посмотреть. Далее на мероприятиях наши коллеги покажут вам видео, и вы сможете реально сравнить. Но даже на фотографиях видно, чем зеленее, тем больше шансов того, что у нас с вами урожай будет больше. Итак, подводя итоги, смотрите. Если у нас с вами болезни на пшенице больше 20% на растении, это значит, что мы видим, и болезни полыхают. Отдача от карбоксамида с алтинол, который входит в Элатус Эйс, и от самого фунгицид Элатус Эйс по сравнению с триазолом будет больше. Да, разница между контролем и триазолом составляет 6 центнеров. Но посмотрите то, что нам с вами сверху сыпет Элатус Эйс. То, что нам возвращает в виде инвестиций. Когда же у нас с вами заболеваний мало, есть стрессы абиотического характера, мы с вами видим, что триазол по сравнению с контролем полтора центнера 1,7, это может быть погрешность ошибки опыта, и это не та прибавка и сохраненный урожай, который бы мы хотели видеть. То есть отдача от физиологии с Алтус Эйс будет больше. То же самое можно сказать и по ячменю. Ячмень вообще очень отзывается на карбоксамиды. Когда у нас с вами на ячмене все полыхает, отдача от триазола реально мы ее видим. Ячмень сдержан на 3 недели при правильном применении. Мы видим цифру, и она отличается от необработанного варианта. Но за счет продолжительной защиты, за счет подключения физиологии и влияния на иммунитет, мы видим цифру совсем другую, на порядок выше. Здесь, сразу скажу, ошибка. Здесь урожайность ячменя, но тем не менее смотрим вот на эти цифры. Смотрим тогда, когда у нас болезней практически очень мало, когда есть жарко. Когда жаркая и сухая погода у нас с вами является нивелирующим фактором и вмешивается в нашу с вами урожайность, триазол не оправдывает своих инвестиций. Илатусейс – это то, что действительно вернет инвестиции при любых условиях, которые есть у нас с вами. Ну, вклад урожай листьев я этот момент пропущу. Давайте мы с вами перейдем конкретно к тому моменту, когда мы применяем этот продукт. Этот продукт лучше всего себя покажет тогда, когда у нас растение сформировало большую часть своего листового аппарата. То есть в середине трубкования, в фазе флагового листа, илатусейс одевает ваше растение в защитную перчатку и позволит вам с этим решением, с этим инструментом защитить ваши посевы на пять недель. И вы сможете обеспечить и фунгицидный мощный эффект, и хорошую физиологическую отдачу. Если у вас засушливая зона, если вы понимаете, что вам нужно забрать максимально азот, который становится достаточно золотым по его цене, вы на первую обработку используете стробилурины, используете Амистар-технологию, вы понимаете, что в жарких, сухих зонах, в зонах, где у вас плотности блистой много болезней, и вам важно сохранить и подольше продержать защиту, на первую вы ставите стробилурин, тот же Амистар-экстра, на вторую обработку, можно, вы видите, чуть попозже, в фазе полностью развернутого влагового листа взять илатусейс и обеспечить максимальную реализацию от мощного фунгицида и от физиологического эффекта. Поэтому илатусейс – это действительно гарантированная отдача всех ваших инвестиций и переходить с триозолов, переходить со стандартной защиты на новую практику, на новые технологии, которые будут помогать вам оставаться успешными и быть первыми. Обратите внимание на данное решение. Марина, большое спасибо за то, что поделились с нами опытом применения данного продукта по всей стране и рассказали о новом продукте нашим слушателям. А теперь я бы хотела попросить Алексея поделиться тем опытом и теми результатами, которые мы получили в сезоне 2022 именно в регионе Сибирь и Урал. Алексей, вам слово. Елизавета, спасибо. Как Мария сказала, у нас элатусейс с момента создания лаборатории до регистрации прошел многочисленные испытания на территории нашей страны. Но вот в 2022 году продукту предстояло довольно серьезное испытание пройти тест на прочность в условиях Сибири и Урала. То есть понимаем, что условия природно-климатические довольно суровые. И нам самим интересно было посмотреть, как продукт себя поведет при правильном позиционировании, при правильном применении в определенные этапы роста и развития культур. И еще дополнительно мы хотели показать нашим клиентам, на что у нас может, как может технология Салатенол получить дополнительные бонусы в виде сохраненного урожая. И хотел бы поделиться с вами первым опытом. Часть этого опыта Мария уже показывала в своем выступлении. Чем интересен был опыт? Яровая пшеница сорта грани. Обработка элатусейс проводилась в фазе флагового листа. Опыт был заложен на территории Алтайского края. И в посеве развивалось такое заболевание, как перинафороз листьев. И вот данная обработка нам позволила в первую очередь эффективно вот эти заявленные две недели, которые Элатусейс дает дополнительно по сравнению с триозольной защитой, мы это явно увидели, и перинафороз более эффективно сдерживался на данном посеве. И второй момент, это, конечно, мы увидели тот яркий озеленяющий физиологический эффект, который нам позволил сохранить темпы протекания процесса фотосинтеза во флаговых листьях. И это нам позволило повлиять на такой элемент продуктивности, как масса тысячи семян. И культура себя повела в очень хорошо, и сохраненный урожай на данном опыте составил 4 центня раз гектара. Здесь фунгицид применялся в системе однократной обработки. Второй опыт, это уже условия Омской области. Фунгицид применялся в системе двукратной обработки. Все продукты конкурентов здесь тоже расписаны. Но, тем не менее, мы видим, что наша схема защиты от компании Сингента, она проявила себя в посевах сорта грани более эффективно. И это нам позволило сохранить урожай в 4,3 центнера. Видим ярко выраженный физиологический эффект на 35-й день после обработки. Посмотрите, насколько отличается состояние флаговых листьев на варианте хозяйства и на варианте с применением Элату Сейсин. Следующий опыт уже также был в условиях Алтайского края, но был заложен на пшенице сорта Ясенка. Зона заслушливая. Это у нас зона Олейско-Рубцовской степи, где постоянным фактором является лимит влаги. И на твердой яровой пшенице сорта Ясенка сохраненный урожай в 5,4 центнера с гектара по сравнению с контролем без обработки фунгицидом. Без фунгицидов существенный сохраненный урожай, который отбил всю экономику. За счет чего у нас тут получился такой сохраненный урожай? Во-первых, за счет физиологии, которая нам позволила оптимизировать водопотребление и за счет более ярко выраженного физиологического эффекта, который проявился в озеленяющем эффекте, нам также более длительный период защиты удалось сохранить более длительный период, флаговый лист, который сформировал более высокий урожай. Опыт применения Свердловской области, вот я знаете, когда на этот опыт всегда смотрю, у меня вот эти цифры в 93,6 центнера, они мне просто впечатляют, да, поистине кубанские урожаи. Это показывает, на что способны сорта интенсивного типа, даже в условиях Сибири и Урала, при оптимальных условиях увлажнения и питания. То есть, сорт интенсивного типа грани, который сформировал урожайность в 93,6 центнера и по сравнению с вариантом хозяйства, где был также применен фунгицид в фазу флагового леса, позволил нам в первую очередь, конечно же, оптимизировать то азотное питание и сохранить флаговый лист на более длительный период с зеленым и здоровым. То есть, фотографии сделаны на 30-й день после обработки. Оцените. Сохраненный урожай, повторюсь, 5,6 центнеров с гектара. Опыт применения фунгицидов уже в Тюменской области. На 21-й день после обработки сделаны фотографии. Видим, что, может быть, не так хорошо видно, но, тем не менее, вариант с обработкой... Вариант с обработкой получается у нас... Тут, кстати, коллеги, опечатка у нас тут был не Альто-Супер, а вариант хозяйства. Вот, другая фунгицидная защита. Тут, получается, у нас Элатус-Эйс показал, на что способна технология Салатенова уже в условиях Тюменской области. И видим, что растения на варианте с обработкой Элатус-Эйс, они выглядят более зелеными, более здоровыми. Что позволило нам сохранить уже урожайность в районе 11 центнеров с гектара. Опыт применения в Челябинской области, засушливые условия, слабый фон развития заболеваний, но, тем не менее, применение продукта за счет физиологического эффекта позволило получить гораздо более высокий урожай, плюс 4 центнера с гектара. сохраненного урожая видим на вариантах с контролем, как выглядят флаговые листы. На варианте Салатус-Эйс флаговый лист зеленый, здоровый, и листовая пластинка более широкая. Соответственно, на этом варианте процессы фотосинтеза протекали более интенсивно, что позволило нам сформировать более высокий урожай. И опыт наш лидер, это опыт с применением Илатус-Эйс в Курганской области. Сохраненный урожай здесь составил плюс 12 центнеров с гектара, сравнивался с вариантом без обработки фунгицидами. И вот эта фотография сделана, она не разной фотографии сделана, это вот граница именно применения, где был использован Илатус-Эйс и контроль. Видим, на контроле растения уже физиологически начинают стареть, да, происходит постепенное пожелтение листьев на 30-й день после обработки Илатус-Эйс. У нас стоит зеленый и продолжает нам наканчивать тот урожай, который позволил получить такую серьезную прибавку. Я, конечно, думаю, что Илатус-Эйс и на более высокие цифры может нам показывать в опытах. И я думаю, на следующий год уже в системе производственной защиты мы такие рекорды уже увидим. Коллеги, резюмируя то, что я сказал вам выше, я, конечно, в рамках своего временного ограничения не могу вам рассказать о всех опытах, которые мы заложили на территории Сибири-Уральского региона, но я хочу сказать следующее, что мы в 13 локациях, средние данные по сохраненному урожаю с применением фунгицида Илатус-Эйс нам позволил на территории Сибири и Урала в среднем сохранить урожайность 5,8 центнеров с гектара. Согласитесь, это очень хорошие и достойные показатели. И мое мнение, как представителя региональной технической поддержки Илатус-Эйс проверку на прочность в условиях Сибири и Урала прошел просто на отлично. Спасибо за внимание. Слово передаю Елизавете. Алексей, большое вам спасибо. Хочу еще раз поблагодарить Алексея за подробный рассказ и за то, что он поделился с нами результатами, те, которые мы получили в сезоне 2022 года. В 2023 мы планируем заложить еще более широкую сетку опытов и непосредственно будем уже собирать данные с хозяйств, которые будут применять Илатус-Эйс в производстве. Плюс хотела бы отметить, что у нас на сегодняшний момент уже есть отзывы от хозяйств, которые применили Илатус-Эйс в сезоне 2022 года. По завершению данного вебинара вы получите все письмо, в которое будет прикреплена брошюра с результатами опытов в регионе Сибирь и Урал в 2022 году, где также будут включены отзывы наших клиентов. Хочу поблагодарить наших спикеров. Большое вам спасибо. Было очень интересно. Много новой и полезной информации. Предлагаю ответить на вопросы, которые мы получали в течение вебинара, так как, к сожалению, время вебинара ограничено и оно подходит к концу. Давайте, наверное, начнем с первого вопроса, который мы получили. Это как в поле различить физиологические пятна на ячмене и пятнистости, вызванные патогенами. Алексей, пожалуйста, прокомментируйте данный вопрос. Да, спасибо, Елизавета. Я видел этот вопрос. На самом деле проблемы всегда у наших сельхозтоваропроизводителей. Сельхозтоваропроизводители возникают именно с диагностикой данных моментов в полевых условиях. То, что я встречал в условиях Сибири, как правило, вот эти физиологические пятнистости, они возникают на какие-то стрессовые условия. То есть либо погода стоит неблагоприятная, либо очень часто встречается такой момент, когда провели обработку и что-то в этой обработке не понравилось культуре. Да, ну, как правило, это многокомпонентные какие-то баковые смеси средств защиты растений, листовых подкормок. Неизвестно, что в составе этой баковой смеси вызвало вот такие физиологические пятнистости. Как отличить в поле? То есть если мы говорим о каком-то заболевании, то все-таки в первую очередь мы должны понимать, что ни одна болезнь массово сразу развиваться в посеве не будет. Если мы говорим о физиологических пятнистостях, то это, как правило, всегда проявление массовое, и они идут где-то по одному ярусу, где либо культуру прихватила обработка, либо какой-то стресс. Вот. Еще визуальные наблюдения мои какие. То есть если мы говорим о темно-буром гельминтоспориозе, то это все-таки пятна с хлоретичной зоной, то есть это болезни, они все, как правило, вызывают хлорозы вокруг пятна с симптоматикой патогена. А вот если мы говорим о физиологической пятнистости, ну и как правило это пятно, оно и с верхней, и с нижней стороны листа. Если мы говорим о каких-то физических, физиологических пятнах, то, как правило, это с одной стороны листа мелкие такие пятна, и они с одной стороны листа, как правило. Ну вот это вот мои наблюдения и мое... Алексей, спасибо большое. Мария, вы бы хотели что-то добавить, или мы можем перейти к следующему вопросу? Ну, только один маленький тоже практический совет. Если пятнистости очень много, и эти пятнистости максимально заполняют всю листовую пластинку, и там нет хлороза, то это, как сказал Алексей, будет физиологическая пятнистость. Остальное все он сказал правильно. Коллеги, спасибо большое. Перехожу тогда к следующему вопросу. И вопрос вот Екатерины Ивановой. Сколько обработок разрешено в сезоне Элатусом Эйс? Давайте я, наверное, на него отвечу. Уважаемые зрители, согласно регистрационному регламенту, Элатусом Эйс можно обрабатывать посевы зерновых один раз за сезон. Следующий вопрос касается уже непосредственно физиологии. И хотелось бы, чтобы наши спикеры прокомментировали. Всегда ли срабатывает физиология на пшенице? Если нет, то когда мы ее можем не увидеть? И плюс, способен ли физиологический эффект вызвать задержку в вегетации культуры? Если да, то насколько? Мария, ответите на вопрос. Да, отвечу. Этот вопрос всегда вызывает живейший интерес. Смотрите, ну давайте так. Способен ли физиологический эффект вызвать задержку в вегетации культуры? Задержка в вегетации – это немножко неправильная формулировка. Все физиологические фунгициды, в данном случае конкретно будем говорить про Элатус Эйс, мы не задерживаем, мы реализуем потенциал генетики, который заложен в нашем сорте. Мы с вами понимаем, что есть сорта скороспелые, быстросозревающие, есть среднеспелые, а есть поздние сорта. Так вот, чем дольше рассчитана по дням вегетация данного сорта генетически, этот период мы можем с вами помочь сохранить. И жизни растения этого сорта мы можем помочь. То есть мы не задерживаем. Почему мы видим вот эту яркую отдачу на Элатус Эйс? Потому что он позволяет реализовать максимальный потенциал генетики. Если говорить, что вам не нужно вот эта вот долгая вегетация, если вы понимаете, что ваша пшеница может попасть под холода, под заморозки, как правило, вы переходите на средние спелые, там ультраскороспелые сорта. Если же у вас сорт средний-поздний, средний какой-то средний по созреванию, либо поздний, то мы с вами четко уже хорошо знаем, чем больше, чем ярче физиологический эффект, тем этот сорт будет дольше стоять зеленым. И зачастую наши агрономы жалуются, колос стоит уже желтый, а все остальное внизу зеленое. Это не всегда хорошо, зайти в поле убрать не нужно. Так вот, мы уже провели практически производственные испытания, и поэтому у нас Амистар Экстра идет на первую обработку, потому что в Амистаре Экстра от 100 до 200 граммов физиологического фунгицида Амистара. В Элатус Эйсе всего 20 грамм солотенола, то, что именно дает физиологический эффект. Поэтому, если вы сравните физиологический эффект от Элатус Эйс и от Элатус Риа, где в Риа больше солотенола, там ярче и дольше будет стоять посев, чем здесь. Поэтому Элатус Эйс специально создан там, специально создан именно для восточной части страны, Сибирь, Урал, Поволжье, где не нужно вот это вот яркое, длительное зеленое растение, а где максимально нужно выжать физиологическую отдачу от фунгицида, но не реализовать максимально по времени. И второй вопрос. Всегда ли срабатывает физиология на пшенице? Если нет, то когда мы ее не увидим? Ну, смотрите, мы ее не видим тогда, когда у нас, допустим, обработали фунгицидом Элатус Эйс фазу флагового листа, и после этого калашение в цветение, у нас стоит комфортная облачная погода, идут дожди, температуры 20-18, ну, 25 градусов, нет суховеев, нет жаркой и сухой погоды, тогда мы яркой такой сильной отдачей, мощной, можем не увидеть, как вот, допустим, на этих же фотографиях, которые были сегодня показаны. Если же будет жарко, сухо, будут авиатические стрессы, мы увидим эту физиологическую отдачу. По сравнению с триозолами, у Элатус Эйс она будет ярче, мы увидим эту физиологию. Если вы хотите еще более яркую, то вам нужно большее содержание карбоксомида, тогда это нужен Элатус Рея, поэтому физиология зависит от количества действующего, вот именно физиологического агента и от условий погоды. Ответила я на этот вопрос? Да, Мария, я хотела бы еще, наверное, дополнить по поводу физиологии, когда мы ее не видим. Уважаемые зрители, все-таки, когда мы говорим о продуктах физиологии, очень важно, чтобы вы дали шанс раскрыться продукту, потому что если вы откладываете свою обработку максимально близко к моменту созревания, чем меньше остался период от момента обработки до того, когда вы уберете зерно, тем меньше шансов раскрыться у физиологии. Физиологические продукты все-таки лучше применять пораньше. Плюс я хотела бы прокомментировать на один из вопросов ответ, когда крайний срок обработки Элатусом Эйсом. Официально, согласно регистрационному свидетельству, срок ожидания по Элатусу Эйс – 40 дней. То есть крайний срок обработки Элатусом Эйс – это за 40 дней до момента уборки. Давайте продолжим отвечать на наши вопросы. У нас есть вопрос. Вы показали отличные результаты, когда будет хороший Элатус Эйс. А когда все-таки будет лучше отработать обычным, привычным нам всем Триазолом? Можно отвечать на это? Да, пожалуйста. Когда не стоит работать Элатус Эйс, и когда Триазол лучше взять, а Элатус Эйс отложить и отправить этот опрыскиватель на другое поле. Тогда, когда вы видите, что у вас культура сплошь покрыта симптомами фитопатогенного заболевания, когда она сгорает от пятнистости, когда она практически вся сгорела, есть листовой аппарат, здесь вам может помочь на очень мощном развитии заболевания, когда все полыхает, вам нужно быстрое решение. Да, в Элатусе Эйс есть Триазол, пропи-конозол, который тоже быстро остановит, сработает. Но если мы сравним тот же Альто Супер, где два быстрых Триазола, он остановит быстрее. Поэтому если все у вас полыхает, если болезни добрались до флага и под флага, если вы видите мощное развитие болезней, пожалуйста, возьмите и потушите пожар более быстрым и эффективным средством. А Элатус Эйс лучше опустите на то растение, где у вас хотя бы верхние два листа еще живые, здоровые и зеленые. Мария, большое спасибо. Уважаемые зрители, мы ответили на все ваши вопросы, которые сейчас есть в комментариях. В начале вебинара я вам озвучила то, что за самый интересный вопрос мы отправим приз непосредственно зрителю, который его написал. Сейчас я бы хотела озвучить тот вопрос, который получает приз сегодня. Это вопрос от Александра Александровича Шарух. Как в поле различить физиологические пятна на ячмене и пятнистости, вызванные патогенами? В ближайшие завтра или послезавтра вы на свою почту получите информацию о том, как мы вам передадим приз. Пожалуйста, внимательно следите за входящими и ответьте на те вопросы, которые мы вам зададим. Уважаемые зрители, большое вам спасибо, что были с нами этот час. Уважаемые спикеры, спасибо вам за интересные презентации. Увидимся со всеми в сезоне 2023 года. Надеюсь, на полях салатусом эйс. Всем хорошего дня. До свидания и хороших вам урожаев. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова